Что такое полная луна и чем она отличается от растущей? У нас скоро, как я понимаю, в пятницу полная луна. А что лучше делать на полную луну, какие советы? Давайте об этом немножко поговорим, потому что людей достаточно интересует этот вопрос. Полная луна – это третий четверть месяца. Она как бы отдаляется. Она получается как на 180 градусов по отношению к Солнцу. Полная луна очень сильно влияет на человеческие эмоции, на самочувствие. Время полной луны – это оборотни вампиров, ну и потустороннего, как говорится, мира. И всякие фантастические создания, которые… Ну то есть вы, если смотрите мистику, фантастику, это как бы уже, я думаю, что людям всем известно. Значит, влияние полной луны – это очень хорошее время для предсказаний, для гаданий, для магических ритуалов, то есть как бы для каких-то примирений. То есть как бы… Ну и еще есть минус вот именно как полной луны. То есть обычно полная луна, она очень сильно влияет как бы больше даже на женщин. То есть у женщин вот такое какое-то есть противостояние между душой и телом. Потом, ну естественно страдает кто от полной луны обычно, то есть как бы кто болеет с чизофренией, потом эпилепсией. Ну то есть все люди, у кого есть проблемы именно с психикой. Инесса, что бы Вы рекомендовали на полную луну, то есть как людям относиться к ней, и какие-то ритуалы, может быть, интересные, имеет смысл проводить на полную луну? Расскажите нам, пожалуйста. Значит, вообще в полную луну желательно, конечно, вот касалось, что вот именно на полную луну, то что мы говорили, что как бы тоже на полную луну очень много ритуалов, которые на удачу, на, как говорится, на богатство. То в полную луну деньги брать в дом. Ни в коем случае. То есть если у человека было водиться не в воду. То есть, опять же, получается, что нежелательно, конечно, кто вообще за рулем. То есть люди обычно подвергаются, вот если на машинах, то есть поломка машин тоже очень сильно, как бы, влияет полная луна. На поломку машин влияет полная луна, потом полная луна влияет очень сильно на всякие всевозможные аварии. Да, то есть в основании, конечно, быть алкоголем при полной луне. Да, потому что идет вот именно конкретно, ну, как бы, провокация такая. То есть люди могут на луну творить неизвестно чего. То есть у женщин есть проблема, как бы, бывает очень сильно в основном, как бы, по-женски проблемы. То есть, как бы, внутренние тоже эмоциональные вот эти взрывы бывают. Потом проблемы там с желудками, с почками. Ну, то есть, как бы, на организм довольно-таки очень сильно полная луна. То есть нужно аккуратненько с полной луной, правильно я понимаю? Аккуратненько, да. Все, ну, как бы, сосудники, давление у кого проблема, как бы, варениозное расширение тоже у людей, которые... Ну, то есть в этом плане в эти дни желательно, конечно, не выезжать куда-то в какие-то поездки. Да, очень полная луна очень хорошо влияет людям, которые занимаются, как бы, как рекламой, как вот и рекламой, как артисты. То есть те, кто, ну, делает концерты или делают, как бы, залаживают вот именно рекламу в полную. Ну, тогда, ну, то есть, как бы, такая, можно сказать, пруха может быть у людей. Ну, то есть это очень даже хорошо. У мужчин, как бы, в основном, вот именно, как бы, наоборот, если женщина немножко у вас сам полная луна, то мужчина, он, наоборот, он полон сил, он бодрствует. То есть, как бы, половая активность очень сильно развита. Ну, то есть, как бы, очень большая такая возбудимость, как бы, в полную луну. Поэтому... Это хорошо или плохо? Это хорошо. Ну, то есть, как бы, в какой-то степени мужики, они заряжают в этом плане. Ну, как бы, мужчины, они, как бы, восстанавливают как-то даже душевную гармонию, то есть, на полную луну. Для женщины, наоборот, что очень сильно влияет полная луна на людей, типа, с нарушением психики. Да? Тогда обострение... Ну, полное обострение не ведет. Вот именно так. Ну, вот эти приступы, если это эпилепсия, если, ну, то есть, как бы, шизофрения, то то же самое. То есть, как это непредсказуемое обводство, то есть, этого больного. Ну, то есть, желательно вообще в этот день, эти дни, желательно, конечно, находиться более, ну, как-то спокойно, чтобы не натворить каких-то бед и избивать вот именно каких-то неприятностей. На детей вообще полная луна сама по себе, она, если даже вот дети родились в этот день, да, в полную луну, это очень хорошо. То есть, как бы, очень умные дети, как бы, и с большой-большой интуицией, как бы, развиты. В какой-то степени должны быть, как дети Индии. Ну, то есть, как бы, полная луна для детей, она, как бы, тоже положительно, как бы, влияет. Если даже, ну, вот, я, по-моему, в предыдущей разговаривала, говорила, как бы, в программе, очень сильно хорошо влияет она, как бы, в полную луну. Ну, если даже кто-то забыл, то есть, как бы, ну, если на растущую, там, заболеешь, к примеру, так, ты потом тяжело будешь выкарапливаться. Если на полную луну, то, наоборот, если очень сильно на полную луну, то она быстро очень может заболеться. В этом плане тоже хорошо. Понятно. Ну, вообще, я даже знаю, что желательно, чтобы свет полной луны не попадал, даже в окно не проходил, в смысле, не попадал на человека. Есть такое дело? Да, есть. Понятно. А какие-то ритуалы, может быть, на полную луну позитивные, может быть, связанные с огородом, с урожаем или со здоровьем? Ну, вообще, на полную луну лучше, конечно, как я говорю, ну, то есть, как бы, нежелательно, конечно, там, сеть, сожрать и еще что-то. Ну, то есть, как бы, желательно, там, поливать. Ну, то есть, тоже, как бы, более такое спокойное. Ну, очень много, ну, как бы, ритуалов есть по здоровью тоже. Ну, вот один из ритуалов, как обычно женщины выходили вот именно на улицу, в огород, то есть, видя полную луну, они творили, как ты полон, как ты месяц ждал путь, достал полон. Так, чтобы у меня, ну, полно было здоровья. То есть, ежегода, то есть, как бы, набирали от полной луны силу и, как бы, здоровья. Восстановление шею. Потом, на полную луну очень много, очень много тоже делается ритуалов, которые, как бы, чтобы в доме было очень все, как бы, полное, чтобы, то есть, как бы. В полную луну сидеть дома, потому как все шизофреники, они активируются и поменьше водить машину, вот, задернуть шторы, чтобы луна не попадала, лунный свет, чтобы не проникал в комнату, правильно я понимаю? Да. Свет полной луны. Вот. Ну и меньше делать активности, потому что на полную луну, как я понимаю, приливы, да? Приливы, приливы, да. Ну, так как, как говорится, наш шармонезжим, он состоит из воды, поэтому, в принципе, у нас, вот, мы на это, как бы, очень сильно, действительно, мы реагируем. То есть, естественно, там, мы можем просто плохо сказать, ну, то есть, как бы, хотя наша иммунка работает с повышенной такой силой, то есть, даже давает всем заболеваниям, как бы, афор, но все равно, ну, как бы, сама по себе, вот, именно, луна влияет очень сильно на психику, большую часть, чувствительная очень, короче, к этим клонным ритмам. То есть, нужно аккуратненько не ругаться дома, то есть, вести спокойный образ жизни, правильно? Да. Релаксировать, расслабляться. То есть, человек, вообще, если человек, вообще, в это ничего не верит, так, ну, то есть, он, как бы, в такой пассив, то, в принципе, его, возможно, аккуратненько. Ну, верить, не верит, знаете ли, НСА, в электрический ток тоже можно не верить, но если два пальца в розетку засунуть, то ударит. Что, что? Я говорю, понимаете ли, дело в том, что человек верить, не верит, это одно, а вот электрический ток тоже же он не виден, но если два пальца в розетку засунуть, то ударит, правильно? То есть, незнание законов не освобождает ни в коей мере нас от ответственности перед ними. И мы можем верить в полную Луну, можем не верить, но если пик психической активности человека соответствует фазе полной Луны, да, и отливы с приливами подчиняются Луне, соответственно, как бы ты верил или не верил, ты будешь в это вовлечен тоже, хотя бы по биологическим каким-то своим причинам. Поэтому, что тут сказать, надо быть осторожнее и надо обращаться к специалистам, вот, и вот с одним из них у нас сегодня был замечательный эфир. Спасибо вам, Инесса, огромное за столь глубокую информацию, которую вы сегодня нам передали безвозмездно, то есть даром. Наши уважаемые друзья, пускай звонят радиослушатели по телефону 847-226-9956 и задают нам вопросы, также присылают смс, вот, мы будем рады всегда передать ваши вопросы госпоже Инессе, вот, ну и до новых встреч. Следующий понедельник в это же время у нас состоится опять передача с очаровательным магом и экстрасенсом Инессой. Инесса, спасибо вам огромное за вашу сегодняшнюю работу, за этот прекрасный эфир, вот, до новых встреч, спасибо огромное, до свидания. Спасибо, всего доброго, спасибо вам, что слушали внимательно. До свидания. До свидания.